Не менее сложное значение. Не только победить, но и спасти мир. Путин второй раз на питерском форуме. Кого он хочет победить? Потом мы даем деньги на то, чтобы эту продукцию государство купило. Потом мы даем деньги на то, чтобы построить склад, где хранить продукцию, потому что она никому даром не нужна. Парадокс путинских достижений в экономике. Во что еще Путин вложит деньги России? Родила, в поле положила, дальше на косите и... Семейные ценности на экономическом форуме. Какой курс Кремль выбрал для россиян? Мне целый час битвы здесь объяснили, что мы делаем. Но мы не знаем, что делать. Я думаю, вы прикурнули немножко. Хрюкнули, как говорят в народе. И ничего не слышали, что я говорю. Ну, если вы тоже прохрюкали выступление Путина, то не беда. Мы вам обязательно о нем сейчас расскажем в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Россия в 21 веке возглавила борьбу против колонизаторов. Такими словами международных гостей встречал мультфильм перед выступлением Путина. Чем-то похожий на прошлогодний мультик с шахматами. Только в этот раз злодей не США, а Европа. Политтехнологи Путина в этом году копнули глубже. Теперь, оказывается, порабощение России пошло с великих географических открытий. В следующем году ждем историю колонизации со времен Богдана Хмельницкого. Такер Карлсон как раз обещал Путину, что дочитает уже письма и наконец-то вернет их. И тогда Путин обязательно найдет и там американский след. Ну ладно, не будем издеваться над работой путинских пиарщиков. Давайте лучше послушаем, с чем же он выступил на этом форуме. Только подождите, пока Путин поправит наушник своему африканскому коллеге. Все-таки мы хотим, чтобы он тоже вместе с нами все послушал. Очень-очень переживаю. Ну как там? Да, вроде все заработало, но слава богу. А то я уже распереживался. По крайней мере буду знать, если у меня наушник отвалится, к кому я смогу обратиться. Но мы не просто так обратили внимание на этот момент. Пресс-служба Путина уже не первый раз почему-то делает акцент на этом жесте. На том, что Путин помогает своим гостям настроить наушник. Я нашел этому логичное объяснение. Президента ЮАР позвали на форум, чтобы обменяться жизненным опытом под санкциями. Ну так, по крайней мере, говорят официально. Вот этот обмен знаниями перед нашими глазами только что и происходил. После пленарного заседания Путин еще покажет ему, как интернет в папке распечатать. Ну а пока идет культурный обмен. Давайте все-таки посмотрим, чего Путин наобещал на пленарной сессии. Эпоха великих географических открытий за красивым фасадом скрывает неприглядную суть. Началась эра всемирного грабежа, колонизация мира. В Петербургском экономическом форуме Путин участвовал вместе с президентами Боливии и Зимбабве. Организаторы проявили гостеприимство и показали видео о европейских колонизаторах, уничтожавших культуру других народов. Модерировал сессию политолог Сергей Караганов. В прошлом году он предлагал нанести превентивный ядерный удар по Европе. А сегодня заявил, что миссия Путина – ни много ни мало спасти мир. Я помню отчетливо в 98-99 годы, когда наша страна находилась на грани, или скорее уже за грани развала. Была абсолютно трагическая ситуация. Я помню, что мы с товарищами отчаянно сражались, почти безнадежно. И в какой-то момент Господь Бог смилился над нами. Теперь, Владимир Владимирович, на вас стоит не менее сложная задача не только победить, но и спасти мир, который катится и который валит к мировой войне. Впрочем, в этот раз Путин решил не грозить ядерной дубинкой. Слушателям он рассказывал об успехах российской экономики. Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, вот буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Впервые о том, что экономика России обогнала немецкую, Путин заявил еще в январе. Как тогда комментировал экономист Владимир Милов, Путин говорил о ВВП по паритету покупательской способности. И этот показатель вполне может быть высоким в странах со слабой экономикой. Но, по сути, мало что показывает. Но Путин уверен в обратном. По его словам, сейчас торговля с Азией стремительно растет, и почти 40% российской внешней торговли теперь осуществляется в рублях. Однако, как пишет «Медуза», таким образом в страну поступает меньше валюты, из-за чего ослабевает курс рубля, импорт дорожает и ускоряется инфляция. Также президент похвастал рекордной низкой безработницей – 2,6%. Каждый тезис президента зал встречал аплодисментами. Особенно, когда Путин обещал деньги. К 2030 году минимальный размер оплаты труда достигнет 35 тысяч рублей в месяц, заявил он. Сейчас МРОД чуть больше 19 тысяч. А со следующего года, впервые за 9 лет, возобновится индексация пенсии работающим пенсионерам. Повезло и молодым семьям из малых городов, которые хотят взять ипотеку. Предлагаю здесь дополнительные специальные решения, в социальной сфере, для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточно. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6%, независимо от возраста детей. Повезло также и IT-компаниям. Для них ведут пониженную ставку налога на прибыль в 5%. А бизнес, который за свой счет и берет бесхозные свалки, сможет получить землю под ними бесплатно, пообещал президент. Также власти обещают введение так называемого сберегательного сертификата, который позволит россиянам вкладывать деньги под более высокий процент, чем в депозите, говорит президент. В том случае, если россияне поверят государству и захотят вложиться в него своими деньгами. Вот такую миролюбивую повестку предлагает Путин на третий день форума. И пособия, и пенсии, и вклады. Все в лучших традициях предвыборных кампаний. Только вот подвох выборов-то никаких не намечается, а за все озвученные бонусы придется чем-то заплатить. Вот чем платить на пленарном заседании Путин не говорит. Но об этом на форуме говорят в менее публичных обсуждениях. Мы вам о них обязательно расскажем чуть позже, а пока я предлагаю вам попробовать угадать в чате нашей трансляции, что же Путин попросит от россиян взамен на вот все, что он наобещал. Голосуйте в чате нашей трансляции. Если наши варианты с вашими вариантами не совпадают, пишите в чат, тоже засчитаем, и к концу эфира мы подведем итог. А сейчас что же своим выступлением Путин пытался донести до граждан России, нам объяснит политолог Михаил Комин. Михаил, здравствуйте. Почему, на ваш взгляд, Путин так резко с антиколониализма переключился на, ну скажем, позитивную повестку? Мне кажется, что он не то чтобы переключился с антиколониализма, а все-таки борьбой с колониальными державами. И с антиколониализмом был довольно-таки напитан форум, не только пленарная сессия, но и до этого довольно много об этом говорилось. Мне кажется, что сейчас Владимир Путин в основном делал какие-то пожелания, обещания по пользу российского населения, потому что, по большому счету, ему больше не о чем говорить. Потому что до этого Петербургский экономический форум являлся довольно важной точкой, где обсуждались какие-то гарантии, которые может дать государство иностранному бизнесу. Теперь в последние годы иностранного бизнеса там все, ну мягко говоря, меньше и меньше. Инвестиции в Россию не идут. В основном те инвестиции, которые существуют в России, это государственные инвестиции. А говорить о чем-то нужно. И мне кажется, что этот ползунок между социальной заботой государственной и программой для бизнеса просто сместился в последние годы в пользу таких социальных программ. Поэтому мы услышали разные какие-то еще предложения, идеи, которые Министерство экономики или другие экономические агенты внутри правительства вложили в речь Владимира Путина. И Владимир Путин его озвучил сегодня с трибуны форума. Но также Путин озвучил в очередной раз про некие сберегательные сертификаты. Он их часто упоминает в своих последних речах. И это такой механизм, который поощряет людей вкладывать на долгий срок, деньги свои в банк отдавать, чтобы потом государство могло их использовать. А почему государство открыто просто не скажет о том, что ему надо взять в долг еще у населения? Ну, я думаю, что все-таки у населения есть существенное, так скажем, опасение или унаследованное такое опасение с 90-х и с СССР. Да и что далеко ходить? В общем-то, накопительная часть пенсии Российской Федерации изъедет население и не собирается пока что, по крайней мере, к нему возвращаться. Поэтому, в общем, любую другую инициативу по изъятию денег нужно называть как-то иначе. И вот придумали теперь сберегательные сертификаты. Но в целом, вы знаете, мне кажется, что идея этого сберегательного сертификата, я так понимаю, что ее все-таки лоббируют Министерство финансов и Центральный банк, она понятна в том смысле, что люди, в смысле населения, у него оказалось довольно большое количество денег на руках в связи с тем, что государство бросило деньги в экономику, и эти деньги в каком-то объеме дошли до населения, и у населения довольно сильно скакнули на такие неожиданные проектные доходы. Не в смысле те доходы, которые у них постоянно, эти заработные платы какие-то проектные, что вот они, значит, там доработали вместо одной смены две смены на заводе, и вот у них появилось большее количество денег. И эти деньги нужно куда-то девать, и мы видим по статистике Центробанка, что у россиян растет количество вкладов, которые они отдают в банки. Но вот государство, мне кажется, заботилось тем, чтобы они несли их не в банки, в том числе государственные, а меняли на сберегательные сертификаты. Поэтому такая программа сейчас и появилась. А вот хочу такой глобальный вопрос задать на вот этой сессии перед дополнительным выступлением Путина, после того, как он уже выступил. Модератор у него спрашивает, какая сейчас модель в России. Он говорит, что сейчас авторитарный социальный капитализм. Вот так вот модератор сформулировал. Что-то сейчас вот в этом направлении России движется? Довольно смело модератор назвал Россию авторитарной страной. Видно, что он все-таки политолог, ему трудно назвать Россию как-то иначе. Все-таки мне казалось, что до этого в устах, по крайней мере, Владислава Суркова в первые президентские сроки Владимира Путина Россию именовали демократией. Хоть и суверенной, но демократией. Видите, теперь они стесняются использовать слово авторитарный, который, конечно, гораздо лучше характеризует российский режим, чем любое другое слово из политологического лексикона. Но, вы знаете, в России модель, скорее, персоналистка-диктатура сейчас. Это такой вид авторитарного режима, когда вся власть сосредоточена в руках одного человека, и от его решений зависят очень многие процессы. Он мало что готов делегировать вниз, и, в общем, все ключевые, какие-то кадровые, бюджетные и прочие полномочия сосредоточил в своих руках. И это было бы более правильной характеристикой российского устройства. Но кажется, что господин Караганов все-таки предпочитает пока использовать более мягкое слово авторитарный режим, чем, в общем, персоналистскую диктатуру. Ну, каждый выкручивается как может. Вот Путин-то также говорил очень много про взаимодействие со своими африканскими, латиноамериканскими партнерами. И вот он говорил, что ключевыми проектами в этих странах занимается Росатом. И мы видели до этого раньше на всяких экономических встречах, что они строят атомные станции, какие-то, ну, в общем, разные инфраструктурные объекты. А вот кроме атомной энергетики и зерна, чем еще Россия может приманить своих партнеров? Да, ну, все-таки, смотрите, у России есть четыре инструмента для того, чтобы работать с странами, так называемого, глобального юга, в которые, прежде всего, входят действительно африканские страны. Первый инструмент – это, значит, экспорт сельского хозяйства по сниженному цену, продукты сельского хозяйства по сниженному цену, то, что мы называли зерно. Это давно, в общем, Российская Федерация практикуется. С начала 2000-х годов этот экспорт в страны глобального юга растет. И, ну, в общем, нет оснований считать, что будут какие-то другие здесь тенденции. Второе, действительно, это разного рода какие-то такие монструозные проекты технологические. Понятно, что в странах Африки достаточно слабая ситуация со собственными технологиями, поэтому Россия, как и Китай, туда приходят со своими промышленными технологиями и развивают там производство по своим собственным правилам, так, как им там режимы, те, которые существуют в этих странах, разрешают делать. Вот Китай открывает какие-то промышленные производства, а Россия открывает, действительно, в основном все, что связано с энергетикой. Вот Росатом, действительно, он довольно много и плотно присутствует в странах Африки, прежде всего, вот около в этом Сахельском регионе, который является такой северо-западной частью Африки. Но что еще может предложить Кремль африканским странам? Это два других более таких символических ресурса. Первый этот символический ресурс – это, ну, собственно, возможность вместе с Владимиром Путиным и ведомой России вести более такую какую-то глобальную войну с Западом. И вот, собственно, мне кажется, на этом Россия пытается сделать акцент, поэтому у нас появляются разные риторики о борьбе с неоколониализмом, и в целом Владимир Путин окружает себя такими антиколониальными практиками, которых раньше за ним замечено не было. Но и в этом смысле, мне кажется, что существенная часть африканских лидеров воскликается, потому что внутри их риторики есть этот неоколониальный элемент борьбы с неоколониализмом, в смысле, и это абсолютно им нормально. Последнее, что я хотел сказать, что четвертый ресурс, который Кремль пытался продавать, пытался в том числе давать, в смысле одалживать как-то каким-то образом африканским лидерам или странам глобального юга – это так называемая эксперт безопасности. По сути, свои это наемники, которые в Африке орудовали. Но сейчас, я так понимаю, после того, как, значит, есть проблемы с ЧВК «Вагнер», наемничество внутри Африки, оно переживает не лучшие времена. Возможно, потому что он перестраивается, возможно, еще почему-то. Но, в общем, этот ресурс, он понемногу, кажется, уходит из рук России и переходит в руки других стран, в том числе Китая, эти возможности. И вот как раз таки, наверное, чтобы поддерживать какие-то взаимоотношения и быть в авангарде вот этой антиколониальной борьбы, нужно все-таки иметь какой-то образ сильной экономики. Я хочу вам, Михаил, и нашим зрителям показать один короткий фрагмент. Это выступление Андрея Макарова, депутата Государственной Думы. Он отвечает за налоги, за комитет по налогам. И он вот этим вопросом, который мы сейчас услышим, сегодня утром испортил настроение Грефу за завтраком. Греф уже собрался реализовывать все планы Путина по тому, как бы обогнать Германию и Японию по экономике. Но тут он встречает вот этот вопрос. Когда, наконец, кончится бюджетный импульс? Перевожу на простой понятный язык. Когда, наконец, должны закончиться государственная поддержка и начаться частные инвестиции? Потому что все было бы здорово. Просто не могут бюджетная поддержка осуществляться бесконечно. Более того, у меня такое ощущение, что у нас очень часто уже такой перпетум мобили создали. Сначала мы даем деньги, чтобы продукцию выпустить. Потом мы даем деньги на то, чтобы эту продукцию государство купило. Потом мы даем деньги на то, чтобы построить склад, где хранить продукцию, потому что она никому даром не нужна. Потом четвертый этап. Мы даем деньги на то, чтобы эту продукцию утилизировать, потому что на складе ее хранить слишком дорого. Такая экономика замкнутого цикла. Вот так депутат раскрыл секрет путинского экономического чуда. Оказалось, что рост цифр в отчетах зависит только от политической воли начальства и того, сколько начальство соберет денег в бюджет. Вот, Михаил, а почему эта воля на разгон экономики через госзаказ все еще существует, если о ее вреде говорят уже даже государственные чиновники? Нет, ну смотрите, все-таки надо понимать, что господин Макаров, он все время играет такого оппозиционера на петербургских международных экономических форумах. Вот даже в те годы, что я был там, бывал в этих форумах, это было довольно уже несколько лет назад, значит, господин Макаров все время как-то резко комментировал российские процессы экономические. Часто там просто было еще можно услышать какие-то негативные высказывания, например, от Германа Грефа, значит, и он, кстати, был у вас сейчас в сюжете, он сидел и мило улыбался на то, что говорит Макаров. Но по большому счету Макаров плоть от плоти и часть от части российского политического класса, и поэтому то, что он говорит, это абсолютно такой, значит, ожидаемый срежиссированный спектакль. Поэтому, в общем, я бы не отразился всерьез к тому, что внутри Государственной Думы как зря какая-то оппозиция, и, значит, вот уже все дошли до ручки, понимая то, что государственный капитализм не может так работать. Нет, он может так работать. Мы видим, что траты государственного бюджета растут, государство все больше вливает денег в экономику, и в каком-то смысле именно это и создает тот экономический рост, в том числе увеличивая ВВП по паритету упаковательной способности, которым хвастается Владимир Путин, говоря о том, что Россия теперь четвертая экономика мира. В общем, поэтому, мне кажется, что отказываться от этой модели ни у кого нет никакого желания, и главное, что никакой другой модели, значит, инновационного, например, развития, да, пути к нему сейчас не просматриваются в условиях санкции, в целом, в общем, по факту военного времени и военной экономики. Ну, благо вот этих людей, которые в питерском форуме говорят про новую экономику, у них есть решение, давайте мы как раз про него сюжет сейчас посмотрим. Это то, что предлагают как решение, вот как раз таки, как заставить экономику двигаться, давайте посмотрим. Родила в поле, положила, дальше накосить и покормила, и тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Телеведущая программы «Мужское и женское» и член партии «Новые люди» Юлия Барановская, родившая троих внебрачных детей, выступила на Петербургском международном экономическом форуме на панели, посвященной традиционным ценностям. Что делать, если нарожавшие в поле россияне пьют или живут в аварийных домах, рассказала на форуме уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Забирать детей из семей алкоголиков не нужно, ведь можно всю семью отправить в реабилитационный центр. По статистике в конце 2023 года у нас 202 тысячи детей воспитывали семья в социально опасном положении. Я в одном из регионов встретила папу, который употребляет с 11 лет, две ходки было в тюрьме, потом после второй ходки он женился, они родили ребеночка, он завязал, но через полтора года умерла жена. Умерла жена, он срывается и ребенка забирают. В Тюменской области действует центр социальной реабилитации алкозависимых родителей вместе с детьми. То есть даже в таких ситуациях можно не разлучать, а можно восстанавливать. Из реабилитационного центра дети смогут строем отправиться на парад многодетных семей, если власти России прислушаются к предложению митрополита Амвросия, которое он сделал на Петербургском экономическом форуме. Представьте себе многочисленное общегородское шествие многодетных семей. Красивые дети, музыка, шары, цветы. Все чаще вернувшиеся с войны россияне теряют семью из-за посттравматического синдрома, констатировала председательница фонда защитники Отечества Анна Цивилева. Но дети не должны расти в неполной семье. Поэтому женам ветеранов Цивилева предлагает потерпеть. Они уходят в первую очередь защищать интересы своей семьи. Они именно так и говорят, что я иду воевать за свою жену, за своих детей, за их безопасность. Сейчас увеличилось количество разводов. Ребята возвращаются с посттравматическим стрессовым синдромом. Ребята возвращаются эмоционально и психологически раненые. И психологи наши работают не только с самими ветеранами, но и с членами их семей. Для того, чтобы подготовить людей, чтобы им объяснить, дать время ребятам на восстановление, поддержать их сейчас, набраться терпения. Но главная угроза, от которой надо защищать детей, это не пьющие родители с ПТСР, а выбор сексуальной ориентации, считает один из гостей Петербургского экономического форума, студент МГИМО Даниил. Как защитить детей от этого такого несчастного выбора? Потому что появилась тенденция семейная, что родители дают право выбора своим детям, свободу, говорят им, становись тем, кем ты захочешь быть. Юлия Барановская ответила, что родители не должны давать детям выбор. А чтобы не быть голословной, прочитала стихотворение Маяковского. Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Если ты не отвечаешь ребенку на этот вопрос, за тебя на него обязательно кто-то ответит. Заместитель главы Минюста Олег Свериденко раскрыл целый ЛГБТ-заговор против России, существовавший, по его словам, с 1984 года. МГБТ-сообщества легко вовлекаются эти персонажи в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. А теперь только задумайтесь, в форме гендерного экстремизма и гейнационализма. Провинившиеся на голой вечеринке знаменитости тоже приехали в Петербург на форум. Певец Дима Билан спел песню «Я просто люблю тебя» для кремлевского медиа-менеджера Кристины Потупчик. Кристина, ну вы правда потрясающие, но это честно, ну правда, честное слово. Я вообще не лицемерный человек, больше всего хочу сказать. А журналистка Ксения Собчак похвалила министра финансов. Мне кажется, у нас вполне профессиональные люди этим занимаются, и господин Силуанов точно лучше, чем Ксения Собчак, знает, куда направить нам. В этом году на форуме, как и в прошлом, много блогеров. Приехала в Петербург и Валерия Чекалина, она же Лерчик, и рассказала, что заплатила в прошлом году 800 миллионов рублей налогов. В декабре 2023 года Следственный комитет прекратил уголовное дело против Чекалины о неуплате налогов. Ну вот, собственно, и решение, которое предлагает форум, это вовремя заплатить, вовремя родить, ну главное еще не забыть защитить от гейнационализма и так далее. Мы уже много раз видели, как Путин и все, кто его обслуживает, повторяют вот эту мантру про семейные ценности и так далее. А вообще, есть ли, Михаил, чем вообще этот тренд оправдан? Вот есть ли действительно в обществе спрос на так называемые семейные ценности? Слушайте, ну, у какого-то части населения наверняка есть, но вопрос в том, что, конечно, российское государство не волнует. Есть ли спрос на какие-то идеи, которые возникают в Кремле, которые считают полезными Кремль у российского населения. Они считают, что если достаточно убедительно говорить о том, что это необходимо, например, быть многодетными, а также как-то подталкивать экономическими мирами российское население к многодетности, то, в общем, хочешь не хочешь, а многодетными так или иначе станут. И мы видим, что действительно сейчас после как-то вот масштабного сражения России в Украину тематика такой традиционной расширенной семьи, которая является производством традиционных консервативных ценностей, она стала сильно чаще присутствовать и в речах президента, и в государственных программах, что немаловажно. Вот эти новые программы, новый указ, точнее, который подписал Владимир Путин при своей инаугурации, он, одной из важных его элементов является нацпроект «Семья». И вот в нем действительно заложены какие-то дополнительные меры, которые должны потворствовать российской многодетности. Но важно иметь в виду, что с каждым, в общем, таким каким-то экономическим подарком, для, ну, таким экономической палочкой, да, которая должна влиять на российских граждан и подталкивать их к тому, чтобы рожать детей больше. Российские государства считают, что этим нужно дополнять, этот пряник нужно дополнять, в общем, и кнутом. И кнутом выступают, вот видите, разного рода ограничения на смену пола, на, значит, пропаганду ЛГБТ, на, в общем, другие разные вещи, которые российское государство считает пришлыми, от пришлых таких ценностей, да, от западных. А вот исконные российские ценности, как считают российские государства, как написано в указе о нравственных ценностях Российской Федерации, да, это вот такое, значит, коллективизм, крепкая семья и защита Родины. Вот Кремль пытается сформировать такую триаду, в том числе, которая и будет являться одним из оснований или одним из обоснований, подкрепляющих идею того, что Российская Федерация ведет праведную войну. И в этой праведной войне должны участвовать, в общем, праведные граждане, которых до этого российские семьи воспитали. Ну, очень интересно будет, конечно, наблюдать, как это все будет двигаться и чем еще будут новым объяснять. Спасибо большое, Михаил, что расшифровали нам и нашим зрителям те заявления, которые сегодня звучали на Питерском форуме и от Путина, и от других чиновников. Политолог Михаил Комин был в эфире Радио Свобода. А нам с вами, уважаемые зрители, осталось только подвести итоги голосования, которые мы запускали в самом начале нашей трансляции. Вот вы видите результаты у себя на экране. Большинство из вас проголосовали, что все-таки Путин потребует терпения от граждан России. Но правильный ответ с подвохом. Голосование было с подвохом. Правильные ответы все. Потому что, в принципе, и терпеть, и рожать, и воевать, все это звучало на форуме. На этом у нас все. Увидимся с вами в понедельник в это же время. Спасибо, что смотрели, голосовали, ставили лайки, подписывались. До свидания. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом.